всем добрый день с вами на связи валерий компания факту коронавирус сегодня тема для обсуждения номер один все закупились гречкой и туалетной бумагой в интернете много мемов и шуток на эти темы но как бы тем кто хотел купить автомобиль из америки вокруг паника и слухи никто не знает до конца ничего и к нам поступает очень много вопросов от клиентов которые интересовались покупкой как же быть стоит ли сейчас приобретать автомобиль или лучше пока подождать какие риски сейчас могут быть связи со всей этой ситуации связанной с пандемией коронавируса смотрите мы откроем все ответы на ваши вопросы в данном видео вопрос номер один есть ли сейчас какие-то проблемы с доставкой и отправкой автомобилей смотрите на данный момент аукционы работают в онлайн-режиме оффлайн торгов на аукционе insurance а я больше не проводится только удаленно только через кнопку только через устройство вот по-прежнему ежедневно загружается новый инвентарь обновляются аукционы то есть машины продаются естественно работает банковская система которая позволяет это все оплатить относительно доставки транспортные перевозки наземные сша работают штатном режиме порты пока ничего не сообщали о своей приостановке работ закрытия напоминаю ребят автомобили это лишь вот там какая-то небольшая часть относительно всего экспорта из америки то есть и продукция разъезжается в миллион стран то есть товарное сообщение взаимообмен очень огромный приостановка портов она вызывает огромные неустойки расходы это огромные убытки то есть остановить этот процесс вот так вот взять и закрыть порты невозможно потому что параллельно будет выходит очень много судов поэтому это не такой легкий процесс напоминаю что в китае во время развития пика их эпидемии это был например февраль их порты прекращали работу всего на полторы недели от силы на полторы недели на данный момент все автомобили которые у нас покупаются которые были куплены там две недели назад 3 недели назад все успешно на них получены букинги машина загружается в контейнере с этим проблем нет периодически возникают какие-то слухи фейковые относительно того что где-то собираются закрыть порт площадку на самом деле это безосновательно от самих портов никакой такой информации не поступало да и думаю что скорее всего не поступит потому что прежде всего это товарооборота обеспечения себя и других стран потому что в принципе это не пассажирский перевозке пассажирские перевозки могут установить в согласие на это перемещение вируса это риск-менеджмент но товарные перевозки они никак не влияют на распространение вируса поэтому нет смысла перекрывать кислород в себе и другим страхам вопрос номер два если проблемы с оплаты пока работают банки проблем с оплаты нет вы как могли оплатить так и можете оплатить свой автомобиль. Даже при введении чрезвычайной ситуации, как у нас произошло, напоминаю, сегодня 26 марта, вчера 25 марта Верховная Рада вела на месяц режим ЧС в Украине до 24 апреля. Банки продолжают свою работу, просто большинство из них перешло в режим одного посетителя в отделении, то есть вся очередь стоит на улице. Вариант, как не стоять в очереди оплатить свою машину, очень простой. Вы можете просто иметь деньги на карте и просто сформировать свой платеж в онлайн-банкинге. В этом нет ничего сложного, свою машину оплатить вы сможете без проблем. Теперь самое главное. Один из самых популярных вопросов – снизились ли цены? Да, цены снизились. Насколько они снизились, я вам смогу показать на нескольких примерах, которых я для вас подобрал по самым популярным направлениям автомобилей. Начнем с первого примера – это Volkswagen Passat. Одна из самых популярных машин. Покажу вам цены до того, как наступила эта вся ситуация в Украине с коронавирусом и покажу вам цены после. Будем смотреть 16-17 года выпуска. Внимание! Фольксваген Passat Erwine. Пробег 14000 миль. Удар в заднюю часть автомобиля. Вот такой вот удар. Вот видим, что повело крыло. Машина была продана 25 февраля, то есть примерно месяц назад. Цена на продажу составила 5000 долларов. Машина по шильдику имеет чистый 17-й год выпуска. Хороший автомобиль. 5000 долларов. Запоминаем эту цифру. 2016 года – Volkswagen Passat SE. Вот такой вот аккуратный задний удар. Достаточно. Пробег у нее 57000 миль, практически 100000 км. 5400 долларов – цена аукциона. Хорошо. Идем дальше. Забыл сказать. Дата торгов по автомобилю была у нас 26 февраля. Далее идем. 2 марта. Passat SE 2017 года с боковым ударем. Ударем аккуратно в дверь, стрельнула шторка, стрельнула подушка, боковое сиденье. 5750 долларов. Три варианта. На самом деле, выбор могу сделать гораздо больше, чтобы не казалось, что, допустим, мы просто нашли самые такие дорогие варианты, нашли самые дешевые. В самом деле, нет. Действительно, тенденция очень серьезнейшая. Теперь переходим к вариантам, которые я вот пронаблюдал последние три машины, которые мы планировали торговать клиентом, но так получилось, что мы в аукционах не участвовали. И как раз получилось пронаблюдать за ними. Volkswagen Passat Erline. Красный цвет. Боковой удар примерно такой же, как на последнем варианте. Пробег у автомобилей был 54 тысячи миль. Цена аукциона 4100 долларов. Комплектация соответствует, я так понимаю, примерно уровню SE. 4100 долларов. 23 марта. То есть, понижение цен примерно произошло. Из предыдущего варианта он был не Erline, он был обычный. И ушел за 5400, и этот обошелся в комплектации Erline. Erline всегда уходит дороже из-за красивых дисков, обвесов. Он всегда уходит дороже. 4100 долларов. Следующий вариант тоже. Volkswagen Passat Erline. Пробег 40 тысяч миль. 23 марта. Черный цвет, боковой удар. Целая безопасность. 4200 долларов. Ну, разница плюс-минус примерно вот так. Тысяча, полторы тысячи долларов машины в цене присели. Вот в данном случае я сейчас говорю за Passat. Ну, я приготовил вишенку на торте. Эта машина вырвана из контекста абсолютно, потому что я вам не показывал до этого ESC. Но я обратил на это внимание и решил вам все-таки показать, потому что в любом случае случай необычный. В функционе Passat Erline 2016 год продано на аукционе за 1900 долларов. Второй пример, который я хочу вам привести, это Ford Fusion. Комплектации берем только ESC. 2016 год выпуска. Итак, первый вариант. Машина продалась в феврале 2000... 26 февраля 2020 года. 2016 года Ford Fusion SE вот таким вот стрёмным ударом. Откровенно говоря, стрёмным. Выстрелила подушка. Машина не очень. Пробег 44 тысячи миль. Мотор 1.5. Цена на аукционе за нее составила 3750 долларов. Следующий вариант. 2016 год. Ford Fusion SE. Цена продажи составила 3000 долларов. Вот такой вот белый вариант. Тоже со стрельнутыми подушками. Пробег 88 тысяч миль. 3000 долларов. 26 февраля. Еще раз. 2016 год. Ford Fusion SE. Уже серый цвет. Достаточно аккуратный удар. Взад. То есть, есть немножко сбоку. 3300 долларов. 26 февраля. И последний вариант из примеров до. Это 2016 года Ford Fusion SE. Задний аккуратный удар. Бампер рядом лежит. Кажется, на этом все. Ну, плюс там лежит чуть крыло. Но это не страшно. 3650 долларов. Пробег 94 тысячи миль. Готовы смотреть цены, которые сейчас показываю. 2016 год. Ford Fusion SE. Вот такой вот серый автомобиль. Удар в переднюю водительскую дверь. Стрельнула боковая подушка безопасности. Мотор 2.5. 2400 долларов. 52 тысячи миль. Следующий вариант. 2017 года Ford Fusion SE. Белый цвет. Задний аккуратный удар. Очень аккуратный. Белый салон. Тканевый тоже. Мотор 2.5. Все классический под газ. 2600 долларов. Пробег 85 тысяч миль. Заметьте, стабильно. На 1000 долларов дешевле. Потому что и так машины стоили 3500-3800. Там где-то за 3 не выходили. Минус 1000 долларов на такой сумме. Это минус 30% от стоимости. В 2016 год Ford Fusion SE. Черный цвет. Вот такой даже кожаная обивка в SE. Тут есть. Присутствует 2150 долларов. 25 марта. То есть вчера. 83 тысячи миль. И последний вариант. 2016 года Ford Fusion SE. Боковой аккуратный удар. 1800 долларов. 62 тысячи миль. Тоже был продан вчера. Очевидно, что по некоторым моделям у нее вообще замечают двукратное падение цены. Двукратное. Итак. Хочу вам показать последний пример. Цена бедой и после. Это 2017 года Nissan Rogue. 2017 года Nissan Rogue был продан в феврале месяце. Вот имеет вот такой боковой удар. 7500 долларов. Цена аукциона. Дата продажи 5 февраля. Пробег 20 тысяч миль. 2017 года Nissan Rogue в комплектации SE. Это максимальная комплектация 8900 долларов. Продал 5 февраля 32 тысячи миль. Вот такой у него задний удар. Тоже далеко не самый билет. 2017 года Nissan Rogue в комплектации SE. СВ 7250 долларов. Продал 12 февраля. Пробег 20 тысяч. 2017 года. Так. Это у нас уже пошли машины, которые продались в марте. 2017 года Nissan Rogue. СВшка. Задний удар за ней правой крылой. 4 тысячи 250 долларов. Пробег с М6 тысяч миль. Да, великоват. Великоват пробег. Бросилась машина в глаза. Но я уверен, что месяц назад мы меньше, чем за 5,5-6 такую машину бы не забрали. Теперь смотрим. Следующий вариант. Вы сейчас в этом убедитесь. 2017 года Nissan Rogue. Максимальная комплектация SE. 5800 долларов. 30 тысяч миль. Пробег. То есть, в принципе, машина потеряла 2,5-3 тысячи долларов в сравнении с тем, как ее торговали месяц назад. Комплектация SE. Самая важная. Самая крутая комплектация. Максимальная. За ней постоянно гоняются. 2017 года. Nissan Rogue. Тоже комплектация SE. Максимальная. Стрельная подушка водительская. 6 тысяч 100 долларов. 29 тысяч миль. И последний пример. Тоже Nissan Rogue. Комплектация SE. Максималка. Черный салон. Целая безопасность. Аккуратный. Там боковой удар. Конечно, да, придется менять крыло. Это не очень хорошо. 4 тысячи 200 долларов. Машина была продана вчера. Комплектация SE за 4200. 2017 год. На выходе эта машина даст вам 13-14 тысяч долларов под ключ. С ремонтом. Это очень круто. Пробег 50-2000 рублей. Ну, да, вроде как бы и многовато. Но это еще даже 100 тысяч километров. Следующий вопрос, который всех беспокоит. Задает такой вопрос. Будут ли снижаться цена далее? Вы знаете, мне достаточно сложно ответить на данный вопрос. По одной простой причине. Я не знаю, что будет завтра. Я не знаю, что завтра произойдет. Я не знаю, как ситуация будет развиваться. Будет ли оно хорошиться. С текущей динамикой, которая происходит по продажам этих автомобилей. Я могу сказать, дешевле продавцы просто не будут отдавать машины. Они будут ставить режим аукциона минимальная ставка. И просто если машина будет очень дешево продаваться, они не будут ее отдавать. Потому что я понимаю, что они не могут их отдавать за бесплатно. Машины бесплатно все равно не будут стоить. Это мое мнение. Относительно того, сколько еще продлится этот период низких цен, здесь сказать тоже ничего не могу. Потому что, в принципе, понимаю, что многие тоже сейчас активизируются в данном направлении. Понимаю, что цены падают. И тоже захотят воспользоваться этим. Коронавирус в любом случае не будет длиться вечно. Я понимаю, что пик в Украине будет в течение этого месяца. После чего вся ситуация пойдет на спад. Думаю, что еще времени есть, например, максимум месяц. После чего там уже будет достаточно много покупателей. В любом случае люди адаптируются, привыкают к данной ситуации. И они все равно всем нужно как-то жить, как-то двигаться вперед. В любом случае будет активность увеличиться. Я сейчас говорю не только за Украину. Я сейчас говорю в целом за все страны-участники. Как сейчас происходит растаможка автомобилей в Порту? Все, в принципе, происходит в достаточно штатном режиме. Единственное, что там с инспекторами, у них там есть сейчас один дежурный. Короче, в общем, как-то. Может быть срок оформления декларации вместо текущих одного-двух дней, там сейчас 4-5 вот так. Но это тоже недолго. Бывали периоды в Одесском Порту, когда машины растамаживались, находились на оформлении в очереди по две недели. По крайней мере, в нашем брокере. Может ли измениться ситуация в худшую сторону? То есть, что я подразумеваю? Подразумеваю по тем, может ли измениться что-то произойти такое, из-за чего машины не смогут доставляться в Украину. Вы знаете, я здесь не могу сказать по данному поводу абсолютно ничего. По простой причине, я не знаю, что будет завтра, я не настрадалус, но я понимаю следующие факты. В любом случае, даже если произойдет какая-то пауза в работе портов, при самой плохой ситуации, там неделя-две, машины будут стоять в терминале на складе, они подождут, пока возобновится сообщение, откроется порт и начнется дальше обыгроз. Когда произойдет некая задержка, то самое главное, что будет сделано, будет выигран автомобиль по более выгодной цене, чем обычный. Чуть-чуть, возможно, больше придется подождать. И то, это не точно, это просто теоретическая догадка, может ли произойти что-то по плохому сценарию. Вот, в принципе, постарался ответить на все вопросы как можно шире. Если у вас есть какие-то личные вопросы, которые вы хотите задать, вы можете писать в комментариях. У меня огромная просьба, если это видео было вам полезным, оно вам понравилось, было информативно, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на нашу страницу. Мы будем еще выпускать подобные видео, которые будут вас информировать о текущей информации о покупке автомобилей с Америки. То есть, естественно, мы выпускаем новые видео и не стоим на месте. Я постарался максимально предоставить вам факты. Естественно, я являюсь сторонником покупки автомобилей на аукционах в данный момент. Мы не останавливаем свои покупки, мы покупаем ежедневно, в том числе и автомобиль для себя. Поэтому для себя я понимаю, что ситуация, в принципе, довольно стабильная и достаточно прогнозированная. Поэтому как-то так. С вами был Валерий, компания «Факту». Берегите себя, будьте здоровы. Всем пока.